Точные движения иглы с нитью. Цвет почти всегда выбирает темный, самый ходовой для маленьких куколок. Заключенная Валентина начала мастерить их 6 лет назад, когда попала в шаховскую колонию. А большая любовь к маленьким куклам появилась еще в детстве. Когда мне было 15 лет, я поехала с папой в первый раз в Германию. Мы поехали на машине, и мне понравилась очень-очень маленькая куколка, ручная работа, где-то на Балашином рынке в Германии. И с этого момента я начала коллекционировать эти куклы. Потом ездила в Индию, там еще в разные страны, отовсюду привозила. Уже здесь, в Шахово, вдалеке от родной Москвы, Валентина начала шить свою кукольную армию. Правда, солдаты ее долго в строю не задерживаются. Автор дарит их родственникам, друзьям, передает в детские дома. Работа кропотливая, почти медитативная. Главное здесь – внимание к деталям. Еще бы, ведь есть куклы размером всего 3 сантиметра. Крохотные сумочки дам, украшенные бисером, образ каждый продуман до мелочей. Одна из любимых кукол самого автора – лавандовый ангел. У меня подружка живет в Крыму. Она рассказала, что у них там есть лаванда, они ее собирают сами. Я попросила ее, чтобы она собрала мне лаванды. Вот она собрала, мы ее здесь измельчили, и теперь добавляем в куколки. То есть не обычный какой-то мешочек с лавандой, как там продается везде в Крыму, а получается такой вот символический подарок. Изготовление таких кукол – это часть арт-терапии для заключенных. С помощью художественного творчества женщины могут, не осознавая этого, воплощать свои эмоции, чувства, переживания, что очень важно для них, учитывая их тонкую организацию душевную. Лучшие работы у нас предоставляются на конкурсы, выставки. Работу Валентины признали лучшими на региональном этапе конкурса «Руками женщин». Теперь ее кукла отправится на финал, который пройдет в Москве.